Шокирующая история произошла в детском саду номер 247. Со слов родителей, которые написали коллективное обращение в правоохранительные органы, там их детей бьют, душат и даже кусают. Дошкольные учреждения уже проверяют следователей прокуратура. Ольга Качкурова встретилась с родственниками пострадавшего ребенка. Все подробности этой истории в ее материале. Кровопотеки, ссадины, шишки и синяки у воспитанников ясельной группы. Меньше чем за сутки обращение возмущенных родителей набрало ВКонтакте сотни комментариев и репостов. У ворот детского сада дежурят журналисты. Как говорят родственники детей, первые царапины и даже укусы у девочек и мальчиков они заметили еще год назад. Все это время воспитатель группы говорила, что дети поранились во время игры. Расспросить самих дошколят толком не получалось. Слишком маленькие, а многие и вовсе еще не умеют говорить. Якобы только сейчас смогли рассказать о побоях. Одна девочка говорила, что ее покусала моя сестра. Сестра две недели говорила, что она не кусала. Ну мы не верили, думали, может обманывает. Мы у нее спрашиваем, а она тебе что-то делала? Она говорит, да, она меня толкнула с кровати, что ребенок как будто толкнул. Начинаем спрашивать, а как ты, ты видела, как она тебя толкнула? Она говорит, нет, она спала. То есть она говорит, а кто тебе сказал? Она говорит, няня. То есть называет имя няни. То есть ребенок спал, предположение, что нянечка сталкивала детей во сне и сразу говорила версию, что это другой ребенок. Сотрудники детского сада уверяют, няня – опытный сотрудник. Только в этом саду работает пять лет. И раньше нареканий к ней не было. Кроме того, по словам заведующей, родители выпускников ЕСЛИ прошлого года собирают подписи в защиту женщины. Департамент разрешения сначала возьмите на запись. Я даю только по телефону, комментарии. Мое мнение, что несколько человек в течение столько времени, родители, не обращали внимания на такие якобы кровоподтеки, которые вообще-то все бездоказательные. Несколько человек. У меня вопрос, что за родители, которые не обращают внимания. Не надо снимать. Родители написали коллективное заявление в следственный комитет. Уже завтра в саду будут работать правоохранители. Свою проверку начали и в департаменте образования. В итоге, безусловно, будут оглашены. Если информация о виновных действиях сотрудников этого детского сада в отношении детей будет подтвердиться, то, безусловно, лица, которые это допустили, понесут наказание. Впрочем, претензии к работникам детского сада есть далеко не у всех родителей-воспитанников этого учреждения. Мы довольны, ребенок доволен. Все прекрасно, всем довольны. Не сталкивались? Нет, нет, нет. До кончания разбирательств няню от работы отстранили. Но пострадавшие семьи детей в Ясли пока не водят. Ольга Качкрова, Анатолий Серов. Новости здесь, Омск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова